Здравствуйте! Наша недельная глава называется «Дворим». Это первая глава пятой книги Торы, в которой Маше, последние дни своей жизни, уже после того, как они 38 лет походили по пустыне, он начинает повторять по большей части закон снова, критиковать их по полной. До этого он не решался это сделать, чтобы не разжигать ненависть. То же самое делал Яков со своими сыновьями. Он же фактически в последние дни жизни, скажем так, собрал своих сыновей, высказал им свою критику и дал ему благословение. То же самое здесь делает Маше. Он раздает критику и дает благословение всему народу. В частности, он здесь расширяет определение судьи, которое разбиралось в главе Итро. Но тогда Итро, когда пришел к Маше и предложил ему стандарт судьи для еврейского народа, чтобы выбрали судей, которые будут руководителем, потому что Маше просто, по идее, сил не хватало, он тогда указал такие требования, как богобоязненность, правдивость, состоятельность. Богобоязненность — это понятно. Человек, который боится Бога, он не будет пытаться там какие-то схемы порвать. Человек правдивый — это человек, который будет действовать в ситуации в соответствии с законами, с истиной, которая должна быть. В частности, есть пример в трактате Магелла, пример такой именно яркой правдивости. В трактате Магелла разбирает частичную историю Курима. Эстер, когда говорит, что злодей-гонитель Аман, она показывает не на Амана, которого он говорит, она показывает на царях Хашвироша. Почему? Хотя Аман и ненавидел еврейский народ, он ничего не мог сделать, если бы ему не позволил этот царь сделать. Поэтому она показывает на него. Это правдивость. То есть человек, который будет действовать в соответствии с истиной в любой ситуации, как бы на него недоверие обстоятельств. Моша в нашей главе им приводят еще три требования. Это мудрость, понимание и известность. Что такое мудрость? Это понимание Торы на очень высоком уровне. То есть человек, который осознает Тору во всей полонке. Понимание — это когда человек, хотя я знаю Тору, он привык ее изучать чисто на академическом уровне. Хотя он не разбирается, не соблюдает. Он не всегда способен распознать, где правильно переведет Туринный Закон. То есть должен знать, в какой ситуации можно поступиться, где можно облегчить, где можно правильно рассудить и где на самом деле находятся границы истины. А вот шоу.